Компания B.U.I.D. объявила, что 25 февраля выпустит свой суперкар Yangwang U9. Он может разгоняться до 100 км в час менее чем за 2 секунды, прыгать, поворачивать как танк на месте или ездить на трех колесах благодаря системе управления кузовом Dizos X. Yangwang – это премиальный суббренд компании B.U.I.D., лидирующий по продажам гибридов и электромобилей на рынке Китая. Эта марка была запущена в начале 2023 года и пока что в Поднебесной представлена единственной моделью – гибридным внедорожником U8. Теперь к рыночному дебюту готовится и второй автомобиль – Yangwang U9. U9 – двухдверное купе на новой платформе E4. Как сообщается, автомобиль чистый электрический. У него есть четыре двигателя, по одному на каждое колесо. Их суммарная мощность составляет 1287 лошадиных сил. Спорткар может разгоняться до 300 км в час. Питает электромоторы, железо, фосфатная батарея от компании Findreams. Это дочерняя структура B.U.I.D. Емкость тягового аккумулятора не уточняется. Но ранее представители Yangwang заявляли, что гиперкар будет оборудован батареей на 100 кВт-часа. Ее должно хватить на 700 км запаса хода по китайскому циклу CLTC. Данный алгоритм измерений учитывает неспешное движение в городских условиях с частыми остановками. Очевидно, на треке 4 электромотора разрядят батарею куда быстрее. Другая особенность Yangwang Q9 – система подвески Deezus X. Автомобиль может покачиваться сбоку-набок благодаря изменению высоты подвески. Также он может подпрыгивать, отрываясь всеми четырьмя колесами от земли. Но разрабатывали эту систему не для цирковых номеров, а для лучшей управляемости. Что касается возможности двигаться только на трех колесах, это достигается благодаря уникальной системе подвески. Она может так регулировать клиренс, чтобы кузов не касался дороги. Подвеска также используется для защиты авто от опрокидывания, а также помощи в случае резкого торможения или ускорения. Также интересно, что традиционно спортивные автомобили оснащаются более широкой задней колеей. Но в BYD решили пойти против тренда и сделали шире именно переднюю ось U9. В цифрах они составляют 1719 и 1676 мм соответственно. Более широкая передняя колея увеличивает сцепление с дорогой во время затяжных поворотов. При этом задние колеса U9 шире передних. Вес U9 составляет 2475 кг. Это почти вдвое больше, чем у Porsche 911 в последнем кузове. Грузовик Tesla Cybertruck, например, весит почти 3 тонны, что не кажется такой уж и большой разницей, учитывая, что мы сравниваем суперкар и пикап. Однако U9, кажется, не имеет лишнего веса. Он скорее похож на мускулистого тяжеловеса. В то время как другие китайские производители электромобилей соревнуются, кто изготовит больше гигантских автомобильных экранов или сколько экранов можно установить в автомобиле. Yengwang U9 в этом не участвует. Электрокар оснащен тремя скромными экранами, двумя маленькими перед водителем и пассажиром и одним продолговатым экраном на центральной консоли. Интерьер выполнен в типичном для B-UID стиле, почти спартанском, особенно по сравнению с футуристическим внешним видом. На руле множество физических кнопок и две толстые ручки. Размеры U9 составляют длина 4966 мм, ширина 2029, высота 1295 и колесная база 2900 мм. Огромные размеры не кажутся странными, ведь нужно было где-то вместить батарею емкостью 100 киловатт-часа и 4 электродвигателя. На автомобиле установлены колеса размером 275 на 35 спереди и 325 на 30 сзади 21 дюймовые. Презентация новинки назначена на конец февраля 2024 года. Официально цена еще не сообщалась, но по информации китайских СМИ она превысит миллион юаней, что соответствует, больше 139 тысяч долларов. Очевидно, что U9 разработан как заявка на лидерство в сегменте электрических спорткаров. Интересно, решатся ли китайцы вывести свой гиперкар на глобальный рынок. Без сомнения, в мире много желающих получить этого зверя. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.